Насколько Quake жив вообще, в принципе? Кто готов ворваться в бестон, а? Потому что я мечтаю услышать твой прекрасный английский. Потому что раунды? Ну это просто было невозможно играть. Ах, ты же политкорректная морда, а. Саня, второй блок у нас с тобой на сегодня, такой громадный. Давай. Это итоги 2K19. Это же 2019. Да, это очень важно, конечно же, конец года подвести, так сказать, итоги. Подумать, что, собственно, отличается от прошлого года. Насколько Quake жив вообще, в принципе? С вами все в порядке. Да. И насколько жив ты, Саня? Ты провел год в профи, полноценный, да? Ты когда начал профессионально играть? В 2016 году. В 2016. В сапреле. Ну, то есть сейчас уже целый год ты провел в роли, в статусе киберспортсмена. Расскажи, как ты вообще живешь? Какими ты проблемами столкнулся, может быть? Чтобы выделил какие-то плюсы? Блин, ну, сложный вопрос на самом деле. Сложный? Я не знаю, как на нее отвечать. Прям затрудняю. На русском. Сейчас. Давай поэтапно. Как вы живете? Вообще заебись, бля. Когда на куле все попьешь еще что-то, бля, вообще, так нравится. Обычно. Я бы не сказал, что я сверх получаю эмоции какие-то. То есть Quake стал настолько уже турнирной, ну, если говорить именно о деятельности, которой я занимаюсь. Хватит гладить, пожалуйста. Хватит гладить, пожалуйста. На южай. Quake стал настолько уже, в принципе, просто на одной волне, что я редко получаю супер эмоции. Побед прям, да, как я получал во время, когда я шел, ну, то есть там, например, обыграть, там, например, сайфера, я думаю, это, то есть эмоции какие-то. Да, я обыграл сайфера, когда в начале, да, были крутые эмоции в начале 2018 года. Мы играли. На летающей долине. Да, вот. Ломал улицы все. Да, на турнире, то есть мы играли. Тогда я получил эти эмоции. Сейчас, например, сайфером играю, я вот обыграл его обычные эмоции. То есть уже сверх чего-то такого нет. И, соответственно, не могу сказать. Вот, наверное, я бы получил бы крутые эмоции, если бы я бы какую-нибудь новую планку для себя взял. Например, ломал турнир. Хотя бы пойти в топ-3, для меня было бы на лане уже... Вот медалька там, чек на сейфер. Ну, просто вот, чтобы отменить, то есть для себя, знаешь. Просто, чтобы потихоньку. Мы ждем этого еще сегодня. А я тоже. Знаешь, почему это? Потому что я мечтаю, если же твой прекрасный английский. Барри Лоу, сука. Сука. В интервью. Мне кажется, знаешь, ты когда Абику на Байконе проиграл, ты проиграл, потому что тебе было стыдно, а потом идти в кабинку и давать интервью. Ну, ладно. Но у меня были, кстати, хорошие эмоции. Новые какие-то, значит, стенки, прошибаю. Видите, с агентом, когда играли 2 на 2. Потому что для меня это, например, было что-то новое. Я не играл в тимплей толком никогда. И вот эта дорога к тому, что ты все время проигрываешь, проигрываешь, и тебе нужно выступить хорошо на турнире. И мы приезжаем на чемпо и нормально выступаем, тогда были бы крутые эмоции. А тебе это вот, ну, стоп, обязательно гладить? Ну, вот, соответственно. Не будь. Вот такой ответ. Окей. Ты играл с агентом, прошибал стены. Ты прошибал стены с латромами. И ты прошибал стены с марком. Что ты от каждого из них подчеркнул? С кем-то было комфортнее? Может быть, играет с кем? Наоборот, было некомфортно. Выдели, расскажи про своих трех тиммейтов. Ты, каждого из них на решениях не получился? Два на два с агентом, когда мы только начинали играть первый наш турнир, у нас были большие проблемы, потому что стрельба у нас была, скажем, средняя. Но мы неплохо, в принципе, по таймингу ориентировались. Ну, странно было бы, да? С агентом я ориентировался два на два по таймингу. Но именно микро-моменты стрельбы и какого-то понимания все равно тиммейтов у нас не было. Мы не ощущали силу вообще. Потом, значит, с Венгером мы играли. Была сильная стрельба, но тиммейт, конечно, фигово было. Барьер из-за кого-то был? Барьер из-за кого-то был. И он еще усилился, когда стрессовая ситуация, это лан-турнир. Да. И так надо быстро думать, надо еще и говорить. Соответственно, с Венгером, к сожалению, как хотелось бы не получаться. Хотя он очень хороший парень, и очень хороший, в принципе, кола там тоже нормальный. С Латроми мы... Ну, мы хотели играть, но в итоге мы отказались, потому что было мало времени на подготовку к чемпионату ДРНК Квинтер в конец 2018-го года. Вот. И в итоге Латроми, поскольку в реальной жизни очень много... Ну, времени нет. Да, тратить. Мне тоже ключи. Вот. Поэтому было решено все-таки не устраивать вот этот опыт. Вот. И мы обратно с агентом... Ну, мне вообще печально, что агент не смог поехать на Квейкон, потому что на Квейконе мы бы заработали бы огромный опыт, который бы помог нам очень хорошо уже выступить на Винтере. А так получилось. На Винтере мы хорошо выступили. И тоже спасибо Латроме, который не отказал в просьбе потренировать нас, именно с нами посмотреть какие-то демки, посмотреть демки. Он нам действительно очень много помог, и мы на две или на три головы стали лучше играть. И мы уже ощущали, что мы можем обыграть любого. Что нельзя было сказать ранее. Вот. Поэтому Квейк – это не задротство. Это не об этом. Имея все инструменты, все равно очень важно именно вот быстрое принятие правильных решений. А чтобы их принять правильно, у тебя должен быть заранее подготовленный кейс к голове. Вот. И, соответственно, фокусировка на этом кейсе. Потому что если ты будешь где-то в облаках летать, без концентрации, ты ничего не сможешь сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот в плане контента для Квейка мы печально сравнили в 2018 году, потому что отказались Дефест дальше сотрудничать с Сайвером. Я так понимаю, и новых карт теперь мы не увидим нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где карта, Билли? Нам нужна карта. Обещали к концу 2019 года плюс одну дуэльную карту и двух персонажей. Обещали в сентябре Хантера. И кто обещал? Ну, были пасхалки. Просто были пасхалки и говорили, там же сезон идут, батл пасы. И говорили, что в сентябре будет Хантер. Для этого были пасхалки. Потому что, значит, Хулуин, картинка с Хулуином, и на полях, где-то вдалеке, убегающая Слэш вместе с Хантером за ручку. Ну, как мне кажется, это прямая пасхалка. Что касаемо второго персонажа, с самого начала Квейка, кстати, были разработки с Ксайро. Ксайро должен быть в игре. И уже там даже лога были для него. Вот. И его нет. Ну, собственно, в 2019 год именно контент получился слабый. Будем честны. Добавились эти, конечно, пушки там. Но мне, как представленным врагом, этого не надо. Но скины, не пушки. Скины, скины. Если вы пушки добавили, то будет весело. Но мне очень запомнился в 2019 год и запомнился, да, тем, что геймплейт занялся. Мы перешли на таймлимит. На таймлимит, кстати, да. Тебе нравится? Мне очень нравится. Ты же говорил, что не нравится. Я такой не говорил. Говорят, Алик и Килсон. Что им не нравится. И они даже писали мне. Говорят, давай петицию, ну, типа, подпишем, чтобы не платить раунглей. Послушай, просто подпиши эту дурацкую петицию. Времени мало у меня, понимаешь? Ну, игра стала всем другой. Все-таки сочетание казуальности стало более сложным. И старые игроки получили еще больше возможностей на опыте тащить. И так мало молодежи, а тут получается, что с введением, да. Ну, вот даже смотри, можно по, так может быть, не про игрокам, а по игрокам ниже уровнем, сказать, да, чтобы подтянулись те, кто давно играет. Например, тот же стронгист. Ему стало, я думаю, комфортнее играть. Ну, может быть, конечно, он стал больше времени уделять, но он в последнее время показывает неплохие результаты, на мой взгляд, да. Там, Пепко, тоже старый очень игрок, еще какие-то ребята. То есть они, им наоборот, им стало еще легче. А, скажем так, те, может быть, аркадные, веселые, какие-то, мальчурганы, типа, Данчеса, которые могли вытащить, ну, потому что, когда раундовая система, то стрельба наошла побольше, чем сейчас, потому что сейчас и контроль карты, и детажность более важны. Они, наоборот, поотваливались. Либо просто им надоело ждать бани. Но, тем не менее, ты не думаешь, что это тоже такая, с интернету, уважение к ветеранам и возвращение к истокам, а с другой стороны, получается, фишка игры была в том, что в каждом раунде, в каждом матче где будут три чемпиона, а в зимой, вон, как-то шесть. Это могут быть шесть разных чемпионов. А сейчас, по сути, это два чемпиона и в лучшем случае. Бывает, что один и тот. В best of 5 все играют практически. Все семьи. В общем, мое видение такое, что нужно самому поиграть в два режима. Сейчас, конечно, это невозможно. Но я получаю, как сказать, там нет. Мне морально легче играть. То, что раунды, ну это просто было невозможно играть. Вот для меня лично, если я дарю, например, я могу сразу несколько фрагов отдать, а все, это Габелла сразу. Вот. И, соответственно, в тайм-лимитах у тебя хотя бы есть еще возможность возврата. Хотя бы что-то мне говорили про то, что вот 0-2 проигрывает, всегда можешь вернуться по раундам. Ты в тайм-лимитах также можешь вернуться. Но, если ты в тайм-лимитах выигрываешь два фрага, и ты отдаешь фрагу, ты не беспокоишься, потому что все, будет сейчас дальше продолжаться полная жопа, что у тебя осталось типа с респа и так далее. В тайм-лимитах можно засушить игру. Ну и в раундах. По сути дела все то же самое. Но мне морально легче играть. Не знаю, вот ты говоришь про тактичность, то, что сильно изменилось. Как по мне, все то же самое, все то же самое. Но ценность фрага она не такая сейчас. Ну типа ты проще можешь отпустить фраг. Да. Еще страшно, я отдал фраг. Ну дальше сконцентрированно буду играть, все будет хорошо. Санек, окей, я понял твое мнение. Что скажешь по балансу? Игры, какие имбы, какая сейчас мета? Потому что, скажем так, мы, как зрители, видим, что играют, и мы не видим, что он не играет, что банит. Ну конечно, можно разобраться, делать паузу на картинках, но сам понимаешь, что у всех есть это время, и всем хочется. Какая в игре имба, и что постоянно банит, и на что жалуются игроки и про? Вот опять же, если сравнивать 2018 год и сейчас 2019 уходящий, соответственно, я могу точно сказать, что в 2019 году намного больше работы по балансу было проведено. Потому что в 2018 на этом не уделялось внимания. Ну там вот летающее колено. ничего такого прям существенного нет. В 2019 году шафт правили, правили робота опять, правили сплэша, ракеты, билки, сфера рока, значит, рейнджера. Много было изменений, это точно. И Галену правили. Вот. И прислушивались еще, тоже маловажно. Галену просили убрать, а они архили. Тотемы, которые, когда ставишь, вот эта прорисовка рисуется, они же бессмертные были. Сколько они были бессмертные? Полтора года. Ну извини меня, за полтора года сколько турниров прошло. Ну люди выигрывали за счет этих фишек. Вот. И наконец, в 2019 году там какие-то были правки. Конечно же, есть дисбаланс текущий. Естественно, он есть. И продолжение того, что есть самые топ-3 персонажа, скажем так, это Галена, например, рейнджер и в правильных руках Никса. Но все равно остается тот, кто больше любит на чем играть, с какого он лучше получаться, затачивает под этого персонажа свой стиль игры. Он имеет все равно сильную свою сторону. Надо знать, как играть, а не обращать внимание на то, что этот персонаж больше, значит, он больше впитывает. Он больше впитывает. Но, если ты принимаешь это Квейв, если ты принимаешь в узких пароходах или в определенных аренах, у тебя преимущество, а не у другого. Поэтому, как такового, прям, крупного дисбаланса я не могу уделить. Единственное, в Best of 5 могу уделить дисбаланс. В Best of 3 как такового... Ну, Best of 5 за счет того, что когда черкаешь чемпионок, последний чемпион, слабее, чем... Да, Вот это совсем не конец. 4-5 карта, если доходит, там, прямо. Ну, извини меня, как ты на киле, вот, а возвращаемся, опять к этому, выиграешь ДК на карта-тки. Вот как ты выиграешь на киле? Твой персонаж, значит, имеет толстый хитбокс, гранатами ты никак не можешь закидать, потому что там невозможно сделать. Такая диаметра карты. Ты просто не сможешь сделать. Поэтому, вот в этом ситуации. уровень нашего шоу растет, поэтому шуток про узкий проход не будет сегодня. Сань, подводим итоги 2019 еще раз. Давай обсудим каратенечко наши номинации. Во-первых, игрок года 2019. Кто у нас были главные действующие лица? Ну, безусловно, Килсон, который выиграл Койко. Антон забрал последний в году турнир крупный, да? Кто еще? Это уже вопрос. Это вопрос. Слушай, ну, давай так, вообще 2019 нужно поделить пополам, потому что с января по август фактически Бефесда провела там 2-3 турнира официально крупных, не крупных, а онлайн турниров с денежными призованиями. А все остальное началось с Койко. Поэтому в первой полугодии в принципе активности никакой особо не было, так скажем, да? А второй полугодии, ну, второй полугодии. Соответственно, Куллер, Килсон, Рафа. Рафа, потому что занимает World строчку. Ну, как бы там бы не было, что он фармит очки. Играет с американцем. Ну, какая будет? слабая. Да, мы видим же строчку, все есть. Потом, Килсон, потому что выиграл Хойкон, и по факту он реально как монстра играл. Полгода он реально играет. А ему, между прочим, 34, наверное, да? Ну, он возрастает. его будет 34 в следующем годах. 33 года игроков. Может, он в возрасте Христа, Саша? Кого? 33? И Куллер, который, соответственно, Лан, который тоже возраст Христа. Который тоже возраст Христа, и очень круто отыграл Хойкон, и сыграл очень хорошо. Вот, говорят, что он онлайн не очень, например, играет, но в сезон-то он закончил. Да, какие вопросы могут быть. Конечно, он хорошо закончил сезон. По онлайне судить не так. Вот, и вышел, соответственно, в чемпионы на Италию, и в Италию. Ну, кто главный? Я не могу выделить. А как ты? А надо, Саш, вот в этом-то наше шоу заключается, что здесь надо отвечать на неудобные вопросы. Три игрока я поставил на первый педестал. Ах, ты же политкорректная морда, а? Ну, а тяжело судить, смотри, тут камни... Ну, оказывается, скажи тебе, одного надо выиграть, а судьи, как других на Оскаре выбирают, выбирают не черного, у них вообще скандалы. Рафа выиграл... Давай выберем Брика. Смотри, Рафа выиграл Кулер выиграл Килсона, а Килсон выиграл Раф. И как ты тут поставишь, что-то на первую педест? Сложно, сложно, блядь, не отмажешься. Нет, ты не отмажешься. Ну, будем, соответственно, кулер ставить, топить. Почему? Потому что он наш. Наш. А ты как? А я считаю, нет, да, может быть. Ну, объективно, все-таки, я считаю Килсон. Потому что важность победы Квайкона чуть выше важности победы. То есть, Антон закончил на мажорной ночи, на самом последнее, это самое свежее впечатление, и показал охрененную игру просто в полуфинале-финале, да. Также классно отыграл Квайкон. То есть, по идее, Кулер занял второе место на Квайконе и первое от Луки. А Килсон занял первое место в Квайконе и получается четвертое, да? Три четвертая. Три четвертая. То есть, по сумме мест Килсон ниже, чем Кулер. Но, все-таки, по важности и по еще дополнительно онлайну, ну, если бы так, чуть-чуть, там, полбальчика, я считаю, что, все-таки, наверное, Килсон и Роб Водер в 2019. А как считаете вы? Да, интересно, кстати. Кулер, Килсон и Роб Водер. Мужики, проголосуйте. Может быть и свой вариант. Ну, может быть и свой вариант, да. Но нет, там будет юмор, агент. Тогда агент выйдет. Нет, Кулер, Килсон или Роб Водер. Проголосуйте, пожалуйста, в комментариях и мы посчитаем, в следующем выпуске объявим. Тем более, у нас будет спойлер, я надеюсь, приглашенный гость. Я тоже надеюсь. Сейчас переговоры ведутся. Переговоры ведутся уже давно. Вообще-то, он должен был быть даже раньше, но так получилось, парни. Не все в наших силах. У нас будет приглашенный гость и мы при нем объявим, кого вы, наши зрители, считаете игроком года 2019. Игрок года, ясно, разочарование года, Сэн. Кто разочаровал? Давай номинант. Номинант. Ну, хорошо. Во-первых, забаненный агент Николай Майор. Во-вторых, зрительский, наверное, больше разочарование. Ну, а как? Профессиональный. Так мы и зрительский смотрим, и с профессиональной точки победителя. Также мы смотрим в сообществе. Ну, и с профессиональной. Например, кто хочет, пытался, но не получилось. Ну, подожди. В том-то и дело. В том-то и дело. Смотри, вот у нас есть Коля, да, скажем так, со зрительской стороны, это, я думаю, разочарование. Ну, он, наверное, не разочаровал, не знаю. Не знаю, я не курсаю. Вот. Второй момент. Есть такой игрок, да, который очень, был у него период, который гремел, очень ярко, это Сириус. Да. Сириус в итоге не попал в контендера, из контендера, точнее, не вышел в лигу. Куда-то вообще пропал, у него, насколько я понимаю, какие-то вообще проблемы, там вообще нежизненные, если я ничего не путаю. И третий, кто зачаровал? Ну, не знаю, мне вот, например, ну, скажем так, не из С-класса, там, ну, то есть, не из того топа, прямо скажем так, кто стремился на турниры играть, а кто стремится. Мне, например, я вижу, стронкость очень сильно старается, да. Не то зачарование, да? Ну, извините меня, он очень много. А что ты даже дал стронкости, если что он ворвется в топ, я, по-моему, нет такого. Слушай, ну, у меня, я видел, что человек старается, и много как бы. Многие стараются. Но у него есть противорасположенность к тому, что, ну, то есть, у него есть скилл. Боже, я буду по условностям, мне это уже значит, если ты фалон. Ну, в общем, не знаю, тогда, собственно, кто еще? Ну, токсика сказать, я не считаю, что он из нас очарований какое-то. Кто еще? Скорее, наверное, токсика просто ждали, может, чего-то большего, да, но он показал чуть меньше, там, да, кто еще? Кто еще? Авик? Авик? Наверное, да, Авик, кстати. Потому что, Авик, все-таки, это, прям, С-класс. Да, это, если взять, наверное, всю историю Клейка, да, назначить, что, наверное, игрок, там, топ-10, 100% за всю историю, возможно, даже топ-5, да, ну, Каумус, Гори Браху, естественно, естественно, Зайкер, естественно, Гулер, Килси, и 5-й, меня на ум, по крайней мере, приход, Таев. Если брать по количеству побед на турнирах. Да, да, все-таки, он очень долго всегда. А еще он красавчик, да, это русский, я вообще мужик. Да. Аля, братья у него. Так что, не расстраивай нас, пожалуйста, подтянись, давай уже как-то, мы ждем. Ну, интернет плохой, он особо не может говорить. Ну, вот, тупки 20 уже решить проблемы с интернетом, Аля, пожалуйста, братан, давай, подтягивайся скорее, русская комьюнити за тебя, не зря у тебя русская мама, мы с тобой, мама Рашин, все дела. И, и, я бы еще отметил в 2019-м возвращение Лехи Сайфера, да, наконец-то, в родные пенаты, я не знаю, про них было произвести, я же тут полуфейки. И я бы еще сказал, знаешь, в боксе есть такая номинация обо всех годах, это когда какой-то андердог, да, какой-то человек, на которого не ставили, выигрывает у сильного квадарита. Леха Сайфер, безусловно, легендарный игрок, но все-таки в последнее время его результаты не были такими яркими, он уходил в апекс, да, он, опять же, по каким-то причинам там не упал на квей-кон, внутренним своим, но, он сделал очень важную вещь, он выбил Рафа, вот это. Это важно. А в сет года у Сайфера? Да. Отметил, отметил Леха. Леха, ты красавец, спасибо, что подарил нам радость, победа в Тимчатке. Так сказать, там еще и Рейзи был. Ну да, согласен, Рейзи бы дал бой, он же уже в Италии выждал на Рафа. Да. Но все равно лег, спасибо. Подстраховал, подстраховал нашего генгерского ботюня. Третий блок у нас, Сайф, важный. 2019 год перелил. В 2019 году очень много уже объявленных турниров. Во-первых, квейк, я так понимаю, до квейкона точно будет в силе. Лига, квейкон. Помимо этого, многие квейкеры параллельно тренируются. Я знаю, ты дрянь затратуешь по ночам. в Аппис. В неделю в Аппис ты играешь, и я за этим в Аппис учусь и устраиваю на съемке без тебя, пока ты спишь. Помимо этого, в первом полугодии должен быть наконец-то диабетик. Уже в этом принципе-то не верят, даже в ДНЖ, но в принципе должен быть и тоже объявлен на определенный призовой фонд. Что ты ждешь от 2020 года? Так, стоит сказать то, что 2020 год воистину, воистину турнирный год. И для квейкеров это тоже хорошо, потому что в принципе сейчас крутится все вокруг дисциплин, которые более-менее квейкерам подходят. Ну, скажем, диабетикл идеально для квейкеров, когда подходит игра. Апекс средняя между кс-ом и квейком. Что-то среднее. Соответственно, какая информация имеется на текущий момент? Январь-февраль выход диабетикал, поддержка на три года от турниров. На 2020 год выделено 250 тысяч. Чего? Док рублей. Рублей. Чек, трех монет. Из монополии. 200 тысяч? Ленежик из монополии. И, соответственно, получается, единственное, что с диабетикалом непонятно будет дуэльный режим или 2 на 2, но это уже как бы сноска. Или вообще будет... У меня есть шанс. Вот. Дуэнварь. Да, у снопой это. В 100. Вот. И... Моромость не просто ценна. А диабетикал это полностью клоун квейт-лайна, как по мне. это идеально для квейкеров подходит. Это раз. Номер два. Квейк. Это у нас... Про квит чемпионс. Квейк у нас будет полностью он расписан до августа 2020-го. То есть до квейк-лайна. Все, как сейчас идет связано с лигой, так и будет протекать. И, соответственно, Апекс начал поигрывать в него, потому что объявили о том, что идет поддержка для Апекса для крупной Лиги. Будет в краю еще 20 турниров. В общем, громкие слова. 3 миллиона долларов сделали анонс. Посмотрим, как это все будет. Естественно, я Апексу не так доверяю, скажем так. Посмотрим, посмотрим, как это все будет протекать. Касаемо, например, того, как с Апексом все было, то, что они делали закрытые турниры, то есть, туда могли только попасть люди по инвайту. Для меня это было вообще нонсенс. Отказался полностью. Я его не запускал, вот как только вышел Апекс, вот мы поиграли с тобой, кстати, потом я его не запускал ровно, вот до текущего момента, почти год прошел, и вот сейчас я начал опять поиграть в Апекс. Посмотрим, как будет. В общем, 2020 год, год турниров. И не врываться туда, и не пробовать что-то. И к вейтерам многие будут играть и в две дисциплины, и даже в три дисциплины. Что-то из этого будет, я не знаю. То есть, по-любому, кто-то будет страдать в одной, кто-то в другой. Саня, ты же понимаешь, что у нас там был шанс забегатеть, что только чудесная победа, Саня. Я устал делать все за еду. Да. Так что давай, брат, я верю в тебя. Я желаю тебе удачи. Спасибо. Мы имеем миллион долларов, опять же, влив от Bethesda. Насколько Клэйк жив? Мне кажется, особо он как бы не загибается. При желании все могут ворваться. Есть челленджеры, есть параллитры, пожалуйста. Ребят, не ноем, собираем девайсы свои, и в 2020 году врываемся прям всем СНГ-сообществом, просто начинаем ломать лица с этим кальцоном, Рафаэлем, Дахангом и прочим венграм. Как по жительству, так и по нику. Давайте, парни, мы вас верим, и в Bethesda нужны кадры свежие. Кто готов ворваться в Bethesda? У нас, кстати, в Bethesda уже проводят специальный ивент, нужно сказать тоже об этом, да, у нас как раз сейчас идут онлайн-турниры, если кто не знает, у вас есть возможность попасть в команду Bethesda. Да, проявите себя. Да. Хватит нынче, что Quake мертв, хватит нынче, что... Ивент именно и подразумевает с собой то, что вы играете, выигрываете турнир и подписываете контракт с Бестор. И уж об этом публиковал. Хотите команду? Изи. Я, вот скажу честно, я в детстве играл как в Quake, так и в Warcraft 3 и показывал неплохие результаты Warcraft, по крайней мере, обыгрывал всех топов. Там, Insomniu, Grabby, Deadmanna и так далее и тому подобное. Вот. И я мечтал бы, чтобы у меня была представлена такая возможность со стороны русского комьюнити, да, как молодой парень, который не знал английского, мне было 14 лет, я мечтал, чтобы у меня была такая возможность. У вас эта возможность есть, парни, кто хочет, врывайтесь, тренируйтесь, тем более комьюнити у нас очень отзывчивая, базовая, нам все подскажет. Я много тренировочных процессов веду, я очень много комментирую на своих стримах, заходите, смотрите, много чего черкнете. Садилась. Тренирую людей и иногда транслирую это на своих стримах. Ну что, давай, наверное, пожелаем ребятам, что мы пожелаем в этом Новом году? Ну что мы пожелаем? Успехов, удачи, рвения, мотивации, стремления. Не надо говорить, что все загибается, нужно смотреть. Позитивное мышление. Позитивное мышление. Ребят, этот год был тяжелым для нас. Что такое? Ты смотри, кого-то мне напоминает. Я тренируюсь. Я тренируюсь. Я поверил в себя, когда увидел карьеру Зеленского. Неплохо. Итак, ребят, ну в общем, 19-й год подарил нам, несмотря на все проблемы какие-то, наше шоу, по крайней мере, пусть мы снимаем не для такого большого количества людей, но зато мы любим каждого. Просто сердечко вот здесь, каждый из вас прямо здесь. мы всех вас любим. Спасибо вам за комментарии, за просмотры, за подсказки, за критику. Вот на такой уровень мы вышли, мы готовились. Новый монтаж, новая студия, новый звук, новые камеры, спецэффекты. Возможно, дальше даже женщины появятся. Как думаешь, как получилось? Как получилось? Надо будет глянуть. Надо будет глянуть. Надо будет глянуть. Шоу! Значит, хочу всех поздравить с выступающим Новым годом. Соответственно, поблагодарить, во-первых, Зарафон с Бефездой. Все равно, они большую работу проделали. Хочу поблагодарить, в 2019 году я провожаю, прекратили мы сотрудничество из Ц-58, но я все равно благодарю, во-первых, Артема и полосатого Романа. Было очень круто с вами работать. Очень надеюсь, что когда-нибудь мы вновь в нашей дороге пересекутся. И, соответственно, благодарю и поздравляю нашу команду. Новая семья Бестло, Иоша, тебя с наступающим Новым годом и всех-всех-всех партнеров и, Серега, тебя с наступающим Новым годом. Успехов всем в Новом году. И, Серега, Ты же, отдельно всем, скажешь? Нет, ты не выдели меня. Тебе, Сережа, отдельно ваш отдомного Лака про добрый успех. Лака. Кто видит тебя голеньким в душе? Блин. Да. В общем, с наступающимся. С наступающимся. Давай. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok